Приветствую вас, Бизоны в тени Сакуры. С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на очень непростую, а порой и очень опасную работу репортеров и журналистов в спорте. Наш человек на голодный желудок думать не может, а на сытый не хочет. А нормальному спортику думать вообще вредно, ведь мозг потребляет больше калорий, чем все тело, а значит нужно эти самые калории экономить. Именно так, наверное, думают репортеры и журналисты, которые выходят на поле взять интервью, а потом чисто случайно выгребают по шее. Так что если вы думали поработать журналистом и на халяву посмотреть футбольные матчи, подумайте еще раз. Оно вам надо получать по голове от криворуких и косоглазых спортсменов. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Иногда девушки так смотрят на парней, как будто у них родители уехали на дачу, а на нормального спортсмена достаточно просто посмотреть с улыбкой, чтобы его тестостерон, который и так зашкаливает, выбрался на волю и показал самке, что такое дикий самец. А многие прекрасные мадамы из мира журналистики этим пользуются и женят на себе ни в чем не повинных спортиков, которые запали на нее только из-за воздержания перед соревнованиями. Но это еще в лучшем случае, а в худшем подают на них в суд за сексуальное домогательство. Шутки шутками, но в мире спорта есть реальные супермены, прямо как этот бейсболист, который за доли секунды сориентировался в ситуации и молниеносно словил мяч, можно сказать, спасая жизнь репортерше. Несчастные елочки, которые беспощадно рубят на Новый год, утешаются лишь одной мыслью, что именно из них сделают гробы для всех, кто их срубил. А журналисты утешают спортсменов своими поступками, показывая, что криворукими лузерами болельщики могут называть не только спортиков, но и журналюк. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» С возрастом женщины утешают себя косметикой, а мужики чувством юмора. Но спортсмены всегда не против проявить юмор в отношении журналисток с косметикой. Поэтому очень часто, когда красотки берут интервью у команды победителя, они оказываются облитыми холодной водичкой. Я думаю, вы понимаете, зачем это делается. Правильно! Для того, чтобы вся команда полюбовалась пышно грудой красоткой в мокрой майке и хорошенько отпраздновала победу в ближайшем стриптиз-клубе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А в комментах напишите, бывали ли такие случаи с вами или дома в голову мяч не получишь. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, а также посмотреть серьезные обзоры боев и бойцов, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Пика! Все, спокойно. Защита. Нагарывание, просто переваривайтесь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok